Мы в гостиной комнате поменяли мебель, в частности поменяли диван. У нас было два дивана, они сюда не очень подходили по размерам, занимали очень много места. Мы взяли один вот такой раскладной, компактный. Раньше у нас были диваны оранжевого цвета, а теперь вот такого мятного, зеленого, оливкового, точнее не мятного, а оливкового цвета. Нежный цвет, не знаю, передает, не передает. Вот столик журнальный, деревянный. Муж очень любит дерево, поэтому я хотела другой столик, но так как он очень любит дерево, ладно, пошла ему на уступки. Взяли вот такой вот пуф называется. Это в прихожую, чтобы удобно было, можно обувать обувь, не искать, где присесть. Ну, мои перья там в вазе стоят, вот мои картины, которые висят в гостиной, а вот эти три у меня висели вот там над пуфом, но я их сняла, хочу что-то туда другое. Вот посмотрела мой рулон, а у меня и вышивок-то мало, даже не знаю, но может быть обратно их повешу, посмотрю. Вот, и купили еще вот такое кресло цветное. Вот там поводок собаки под креслом. Цветное кресло вот такое. Оно жесткое, но очень тоже удобно. И к нему идет в такой же окраске, в такой же расцветке для ног скамеечка, очень широкая, просторная, но она сюда не очень помещается, я ее забрала к себе в комнату. Ставлю на нее ножки, когда вышиваю, либо даже как столик подходит, можно что-то положить, если я вышиваю на кровати. А вот здесь две мои картины, самые удачные в плане оформления, я их очень-очень люблю. Мои совы и ангел, ангел-хранитель. Вот, мне кажется, что у меня камера очень плохо передает цвета. Вот получается у меня вот эта стена, мне нужно как-то оформить, а вышивок нет, представляете, вышиваю-вышиваю, а нет вышивок. Вот он, пух. Мои перья здесь хорошо пристроились. Ну и здесь у меня вот тоже мой рукодельный шкаф, который битком просто забит вышивками, наборами, всеми материалами, коробками, нитками. Вот это вот все мои процессы, я вам показывала буквально вот недавно. Вот они здесь вот так хранятся, в любой момент я прихожу и беру какой-то из процессов. Иду вышивать все, вот они, папки, коробки. Здесь тоже процессы, набор они вот новые, никуда не поместились пока здесь. Здесь вот так коробки, коробки тоже все нужное. Вон мой станок туда пристроился. Ну и самое, а здесь у меня еще вот нитки, две палитры, наборы. Здесь их много. Здесь в этом шкафчике вышивки готовые, вот там в рулоне. Вот такой у меня шкафчик получился битком набитый. Ну и самое-самое опасное и страшное, это вот здесь. Это все мои наборы. Здесь у меня нижняя коробка наборы. Две вот эти коробки, это материалы, нитки и ткани. Пакеты огроменные с наборами, но это для съемки, понятное дело. Вот такая у меня здесь история. Тоже буду думать, как его поаккуратнее собрать и разобрать. Потому что вот эти все запасы, они все нужны, я ими всеми пользуюсь. Ну и как бы спрятать куда-то, потом все доставать сложно. Я теми коробками, которые вот там стоят за шторочкой спрятаны, я ими тоже очень часто пользуюсь. Какую-то нитку найти, тканюшку, что-то положить, остатки. В общем-то все это очень нужное. Столько у меня всего накопилось и вот куда все это складывать. Мои вышивки, любимые картины. Вот так мы их разместили. Ну и вот эти три, но тоже я их люблю. Не знаю, пока мне больше нечего оформить такое, чтобы было в серии. Наверное, обратно их так и повешу. Да, верну их на место. И придется стараться дальше вышивать, чтобы было что повесить новенького. То все старенькое. Но нужно серию, не просто так. Так, вышивки есть, а вот чтобы серию скомплектовать, стеночку такого у меня новенького еще не собралось. Поэтому будем работать. Думала я, думала, чтобы мне повесить в прихожей и выбрала две работы. Сейчас вот их проутюжила немножко, пойду в багетную мастерскую. Надеюсь, смогу оформить, найти нужный багет. Вот, во-первых, отправляется эта магнолия великолепная. Я ее очень люблю. Какая красивая работа. И, во-вторых, вот мои коты. От фирмы Золотое Руно. Какая красивая работа. Летняя, солнечная. Я думаю, сейчас то, что нужно. Ну и хочу их в белую рамочку вместе. Мне кажется, будут сочетаться. Как вы считаете? Потому что одна там будет маловато. Нужно еще что-то. Вот так я скомпоновала. И сегодня отдам в багетную мастерскую. Поэтому, в общем-то, последний раз мы на нее любуемся без багета, без стекла. Музейного у нас нет. Поэтому, что получится. И хочу показать вам изнанку. Я на этой работе показывала, как вышивать ровные крестики. Мою технологию, скажем так. И часто мне пишут, спрашивают, какая у вас изнанка. Потому что у кого-то получается очень она путанная. Все зависит от количества цветов. И, конечно, от их разброса. У меня не идеально. Ну и я бы сказала, такая чистая изнанка. Чисто, конечно, есть и протяжки. Есть и вот где-то, если часто менялась нитка, тоже какие-то протяжки в таких местах. Они немножко в листах. Вот, в частности, видно более плотно. Вот, морда тоже больше там. Таких протяжек. Ну, вот так вот. Нормально смотрится. Чистая изнанка. Вот, отправляются мои котики. В этой работе только крест. А есть и полукрест. Нет бэкстича. Так она легко вышивалась. Конечно, большая. Трудозатрат было много, чтобы ее вышить. Но работа великолепная. Ну, я опять же покажу, как это должно у меня получиться. Ну, вот, как-то так. Так, отправляюсь в пакетную мастерскую. Встречайте мои оформленные работы. Очень сложно найти ракурс и показать две работы вместе. При том, что они, конечно же, большие получились. Ну, вот, я думаю, более-менее без блика вам видно. Они разные, эти работы. Но по цветовой гамме немножко сочетаются. Поэтому я их выбрала вместе, чтобы оформить и повесить их именно вместе. Они у меня висят в обратном порядке. Сначала магнолия, потом мои коты. Сейчас показываю так, потому что, ну, вот, удачно они здесь стоят, чтобы не ловили блики. Магнолия повыше. И вот с левой стороны, вверху, как раз ее достает лампочка. Вот так видно. Эти работы я оформляла у моего старого багетчика. Он периодически тоже косячит, но не так сильно и не так страшно. То есть он может немножко где-то криво натянуть. Что-то как-то, какие-то такие недочеты уже мелкие, которым я, в общем-то, привыкла. Хотя пытаюсь его переучивать. Но это все здесь очень, очень слабо действует. Поэтому, так как есть. Но, тем не менее, мне хотелось оформить. Мне хочется видеть мои работы на стене. Поэтому, ну, что делать? Вот оформляемся, как можем. У него выбор рам очень-очень маленький. Но мне хотелось оформить в белую раму, в простую раму. Я думаю, что у нас все получилось. Что мы сделали? У меня здесь идет белый паспарту. Так, надо постараться вам увеличить и показать же поближе. Вот так. Уголочек. Идет обычный белый паспарту. Белая рама. И вставная маленькая рамка зеленая. Получается, здесь две рамы. Зеленая тоненькая и вот белая. Я хотела сначала сделать два паспарту. Белая и зеленая, как обычно. Да, двойное. Но вот он предложил такое решение. Знаете, мне понравилось. Эта зеленая рамка, она подошла и к одной работе, и ко второй. Поэтому, вот таким образом мы их объединили вместе. Получилось свежо, по-летнему. И вот так вот ярко. Мне как раз хотелось такого эффекта яркости, какой-то солнечности, света, объема. Мне кажется, все получилось. И я очень рада, что я наконец-то оформила вот этих котов. Я их с такой любовью вышивала. Работа яркая, очень сочная. Вот она сейчас как раз летняя. И я рада, что я нашла для них местечко. И они у меня оформились, теперь висят на стене. Я напомню, что это золотое руно. Размеры сейчас вам не скажу. Ни размер работы, ни размер вышивки я не замеряла. Но работы достаточно большие. Так, если на скидку получилось где-то 50 на 50 сантиметров. Я думаю, да, где-то так. Она очень широкая. И магнолия. Магнолия. Давайте попробуем поймать магнолию. Магнолия, конечно, шикарно, шикарно выглядит в этой раме. Вообще сама вышивка очень классная. И она всем-всем нравится. Вот и мужу очень понравилась. Багетчику, кому не покажешь. Всем очень нравится этот дизайн. Это дизайн Dimensions. Вышивала я по набору магазина Клубок желаний. Вы видите, что получилось просто великолепно. Не меняла ничего. Все как было в наборе, так и вышивала на родной основе. Здесь Аида. Вышивается очень легко, очень приятно, вкусно. Знаете, не оторвешься. Это такая, как отдыхалочка. Не отдыхалочка. Это что-то такое увлекательное. Берешь иголку и невозможно остановиться. Все здесь интересно вышивается. Даже вот бэкстич, которого много в винограде, есть какие-то детали, где его много, даже он вышивается приятно и неутомительно. Поэтому вот увидите, что у меня получилось. Можно доверять, можно вышивать по сборке. Все хорошо, хорошо, прекрасно получается. Покажу также здесь уголочек рамки. Вот она, белая рамка. Самая-самая обычная, не широкая, по спорту. И вот добавочная зеленая такая рамка простая. Но здесь у нас все дерево. Пластика у нас практически нет. Поэтому, конечно, получается дороговато. Ну, что делать? Единственная радость, что пошел и сразу ты получаешь. Буквально неделя, 5-3-4 дня очень быстро выдают. У нас нет никаких очередей. Работы у них нет. Поэтому и опыта нет с работами с вышивками. Таких, как я, там на самом деле очень-очень мало. Вот так выглядят мои вышивки. Висят они вместе, как я уже и сказала. Я очень рада, что смогла их оформить. И знаете, мы их так дружненько повесили. И осталось еще место. Вот я смотрю, что есть пустое место. И с сожалением поглядывая на это местечко, понимаю, что мне туда нечего повесить. Вот представляете, вышиваю, вышиваю, а повесить нечего. У них нет работ, которые можно было бы сюда скомпоновать. Вот они как-то две подружились. А еще другого какого-то дизайна у меня такого не оказалось. Ну ладно, пусть пока повисят, порадуют меня. Потом еще что-то навышиваю, дай бог, и сменю мою экспозицию в доме. Может быть, когда покажу вам, что у меня и как висят картины, как они расположились. На этом у меня все про вышивки. Наверное, я покажу вам сейчас мой прогресс по вышивкам, какие у меня новости. То видео получается такое маленькое, надо что-то добавить. Давайте теперь о процессах. Итак, перейдем к процессам, над которыми я работала в июне месяце. Сегодня у нас какое-то 12-е, 13-е июня, да, ну, сколько там, сколько-то дней вышивала, да, за 13 дней получается. Начну я с набора фирмы Золотое Руно на охоте. С этим процессом я работала всего несколько дней. Совсем немного я здесь повышивала. Ну вот, давайте посмотрим, что получилось у меня за эти дни. Так, работа у меня немножко уже подвернутая. Это процесс, поэтому и разметка, и есть какая-то мятость. Я сняла хотя бы один зажим, чтобы вам можно было показать те участки, над которыми я работала. И я вставлю фотографию, как выглядела работа на начало месяца. И вот то, что получилось у меня повышивать. Повышивать совсем немножко, но, наверное, полторы тысячи крестиков всего лишь на самом деле. Зашит вот этот участок. И перешла я вверх. Начала с левого все-таки угла, потому что у меня здесь были уже припаркованные нитки. Я решила их дошить. И вот потихонечку иду вверх. Вышивается легко. Сложные участки, как я и предполагала, уже ушли. Здесь все достаточно легко вышивается. Такими цветовыми пятнами берешь одну нитку и полностью ее можно зашить. И одну, и две, и три, и знаете, как-то легко идет. Вот до этого участка будут у нас вот такие вот зеленые пятна. Дальше пойдет собачка. Ну, здесь опять же будет небольшой разброс по крестикам. Но уже не так сложно, как в начале. Ну, и вы здесь видите уже вырисовывается щенок. Вот шея видна. Немножечко носик стал проявляться. Хорошая, красивая разработка. Девочки мне пишут, ждут эту работу. Муж тоже ее уже много лет ждет. Даже стыдно произносить сколько. Ну, что, вот так получается. Я не умею вышивать на заказ. У меня должно гореть по каким-то моим внутренним ассоциациям. Вот, немножечко повышивала. Потихоньку буду также продвигать. Сколько вышится, столько вышится. Я сначала планировала и завершить, так и сякну. Все-таки объем большой. Я вот села и сделала разметку. Вот, все-то у меня работа. Поэтому, понимаете, по крестикам здесь огромнейший объем на 18 каунте. Но, благо, то, что уже вышивается легче. И я привыкла к этому процессу. Уже втянулась. Беру, потихоньку вышиваю. Поэтому, нормально. Нормально идет процесс. Как идет, так идет. Вот такая красота. Ну, действительно, очень красиво. Давайте я еще вот эту планочку сниму. Раз уж показываю. Хвастаться так хвастаться. Хвастаться, то я что? Вот. Вот. Сейчас уже видно, да? Красиво получается. Эффектная работа. Все как и на обложке. Даже моя камера поймала собаку. Выделила как живое существо. Вот. Буду продолжать дальше работать. Пока вот так. Не густо, но есть движение. Так, дальше. Что еще у меня было за это время? Знаете, я решила так спонтанно сесть и снять видео. И, честно, немножко даже растерялась. Как будто я ничего и не делала. Ничего не вышивала. Ну, нет. У меня даже есть финиш. Старт и финиш. Неожиданный. У меня есть финиш. Так. Не хочет так держаться. Так. Вот пока пусть он у нас здесь полежит. А я вам расскажу. Да. Было у меня такое вдохновение взять и что-то вот маленькое повышевать. И так как я приобрела два наборчика Милхилл, а еще у меня нет опыта их вышивки. Ни разу не вышивала. То в какой-то вечер у меня обычно все это происходит уже ближе к полночи, когда нужно идти спать. Мне срочно нужно что-то начать, что-то купить. Вот все, все вот такое, то, что не по плану происходит именно ближе к полночи. Я сидела, сидела. В общем, что делать? Взяла и открыла этот наборчик. У меня есть еще вот такой второй с помидоркой. Кстати, вот она здесь, игольница. У меня тоже есть помидорка. Я сижу ее вот тут накручиваю. Она у меня для игл, крупных игл, для вышивки лент. Здесь, кстати, припарковались и бисерные. Нужно будет их отсюда убрать. В основном это игольницы. Я пользуюсь, когда работаю с лентами. Здесь такие очень крупные, видите, иглы. Вот такие. Вот такие вот иглы. Чтобы мне их было хорошо видно. Вот, и у меня два наборчика вот таких были приобретены. Я, в общем, сидела, гадала, гадала, с какого начать. И решила начать все-таки с бочки меда. У меня именно бочка меда. Никогда не вышивала на перфорированной бумаге. Ну, в принципе, крестики есть крестики. Единственное, что вначале здесь есть разброс, небольшой разброс по крестикам. И у меня такая стала получаться страшная изнанка. Мне же стало стыдно за себя. Но я все равно продолжила вышивать. Вышивала в течение недели. По чуть-чуть. Потому что как-то, ну, работа. Всякие дела. Поэтому в течение недели потихоньку я вышила красивую вот такую вот бочку меда шикарную. Мне понравилось. Здесь использовался и бисер, и бисер, как он, микробисер. Красивая вот такая вот пчелка, пришивной элемент. Немножко я здесь где-то добавила рядок вот здесь сверху. Поэтому у меня улит получился побольше, повыше. Правильно, мне больше нужно меда. Поэтому у меня бочка с медом. Вот такая красота получилась. Здорово. Вырезала я немножечко так с запасом. Особенно вот здесь. Потому что я посмотрела, здесь тоже так не все вырезано. И я решила, и я не буду вырезать. И значит, какие мои мысли по поводу оформления. Конечно же, с обратной стороны будет фетер. Я его туда приклею. И я уже вот так вот воткнула булавку. Я ее воткну чуть-чуть пониже. Это для эксперимента. И будет у меня это, ну, такой как пин. Пин не пин. Будет он у меня втыкаться в какую-нибудь красивую игольницу. Не в такую маленькую, конечно. Мне нужно сделать большую, такую круглую, как тубус, игольницу. Я уже присматриваю дизайн. И те будут помещаться вот такие мелхиловские разные интересные, красивые вещицы. Ну, пока эта бочка меда у меня на моей коробочке на рабочем столе. Вот так вот она смотрится. Когда будет побольше, такая игольница побольше, она будет хорошо там смотреться. Вот, магнит я делать не хочу. Я не люблю на холодильник это вешать, там пылится. Вот, пусть украшает мой рабочий стол. Ну, пока вот как-то так я вам показываю. Не могу вам показать как-то более подробно. Еще раз покажу с близкого расстояния. Ну, я думаю, вы все видели эту бочечку. Ее часто вышивают. Она очень симпатичная, очень прикольная. И, значит, тут остатки. Ниточек осталось не так-то много, но бисера много осталось. Поэтому при желании можно будет подобрать и запросто выполнить такую банку. Вот. И что я думаю по поводу этой второй игольницы, второго наборчика томата. Я думаю, что нужно тоже его вышить поскорей, чтобы он, этот набор мне, не волновал мою душу. Да, вот он лежит, и я о нем думаю, что он остался. Это, знаете, вот как недоеденный кусочек торта. Вот. И о нем думаешь, что он там остался и лежит. И нужно его срочно взять и съесть. Вот так вот из этой помидорка. Нужно срочно взять ее и тоже довышивать. Но я найду какой-то момент в течение месяца. Я обязательно выполню тоже эту помидорку. В принципе, понравилось мне работать с этими наборчиками, милхилками. Но они дорогие, и я поняла, что можно самостоятельно делать подбор, находить схемы в интернете. Материалы здесь не такие-то сложные. Можно обойтись и без каких-то пришивных элементов, а просто самостоятельно подбирать и выполнять. Вот. То, что у меня получилось. У меня вот есть финиш. Так. Дальше. Что еще? Что еще? Так. Еще я вышивала мой зимний дизайн. Это зимние радости. Дизайн фирмы Dimensions. Сборка магазина Клубок Желаний. Так. Давайте я вам все открою. Все карты открою. Все вам покажу. Но работа, конечно же, мятая. Да, вы понимаете. Потому что она в процессе. Вот. Вот то, что у меня здесь получилось. Значит, где я вышивала? Ну, видно по пяльцам нурги, где я вышивала. Я вышиваю вот в этом месте. Вывела, наконец-то, третий угол. Ставлю вам фотографию, как работа выглядела на начало. И вы видите, где у меня приросло. На самом деле, немного я вышила. Вот отсюда где-то я начала вышивать полукрестом. Да, где-то вот отсюда. Дерево вот так было вышито. Вот так. И я начала вышивать полукрестом вот этот весь участок. Немного. Дерево крестом вышивается. Но почему-то так долго у меня все это вышивалось. Так как-то нудно, долго, сложно. Как будто я прям целую работу вышила. На самом деле, тут всего ничего-то совсем чуть-чуть. Да, я уже начала выполнять бэкстич. Немножко выкладную нить. Пока еще не все стежки здесь выполнены. Еще чуть-чуть нужно будет дошить вот этот полукреста. Но он мне не сильно здесь мешает. Главное, мне вот тут уже можно вышивать бэкстич и выкладную нить. И обшить вот уже здесь домики, чтобы дальше переставить пяльца. Закрыть полностью угол, чтобы к нему не возвращаться и переставить пяльца. Вот. Ну, такое непростое как бы местечко по вышивке. Хотя нет ничего сложного. Просто кропотливо. Нужно потихоньку считать, вышивать этот бэкстич. Ну, полукрест вышивается легко. Но я не знаю, почему у меня так как-то сложно ушла. До работы прям очень сложно. Может, потому что угол неудобно на руках вышивать. Не знаю, с чем это связано. Сама думаю, смотрю, не могу понять. То ли усталость, то ли что. Прям вот боролась с ветряными мельницами. Можно так сказать. Но хорошо, что продвигается работа. Она у меня участвует в рулетке. И это, знаете, такой вот хороший пинок, что вот выпала эта работа. Нужно сделать хотя бы какую-то норму минимальную, хоть что-то вышить. И можно уже потом заниматься другими процессами. Поэтому благодаря рулетке работа продвигается. И вот благодаря рулетке она вышится до конца этого года. Вот этот участок я потихоньку уже туда работаю. И потом останется мне переставить пальцы сколько раз? Раз, два, три, ну еще четыре, четыре или пять раз я вот так сделаю перестановку. И дошью потихоньку работу. Вот. Такие у меня здесь новости. Уже, конечно, Люба дорого посмотреть. Она подрастает. Проявляется все больше и больше элементов. В экстичем я стараюсь сразу все обшивать. Ну вот такие вот у меня здесь новости. Классно все, конечно, проработано. Шикарно. Очень люблю эту работу. Поэтому стараюсь ее продвигать. Так, что еще? Что еще? Давайте я сейчас быстренько подумаю, посмотрю. Конечно, есть еще у меня новости. Так. Приходи процесс. А у меня новый процесс. Па-бам. Как говорится. И новые папочки уже в работе. Кстати, очень нравятся папки. Просто класс. Так, достаем все из папок. Что есть? Как и есть. Все показываем. Все покажем. Ничего не утаим. Итак, во-первых, моя помощница, моя игольница. Посмотрите, мой красивый цветочек оброс лохматыми, пушистыми нитками. Так как здесь цветов немного. И они узнаваемые, хорошо различимы. Вот так вот паркуются мои иголки без всяких опознавательных знаков. Они здесь не нужны. Красивая, яркая такая огурница. Прямо вот вообще сюда в тему. Класс. Мне нравится. Нитки. 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 Нитки мулине. Вот такой вот маленький пучочек. Пучочек. Ну, здесь немного их цветов. Мулинешки. Так. Шерсть. Тоже немного цветов. Вот такие вот шерстяные нитки. Кстати, шерстяные нитки здесь не такие, как у Ариолиз. Они потолще. Попытаюсь вам показать. Одну ниточку. Вот видите, потолще. Такая ниточка. Ну, пушистые такие прикольные, яркие цвета. Я, кстати, от них в полном восторге от этой шерсти. Ну, и начинали все-таки моего петуха. Знаете, у меня был такой момент. Я вот просто просыпалась утром и ночью его видела во сне. И утром о нем думала. И целый день о нем думала. Думала. Ну, что я себя мучаю. Вот кому от этого станет легче, если я не начну этот процесс, а буду продолжать вышивать свои и другие начатыши. Мне-то хочется сейчас петуха попробовать повышивать. Я вообще хочу сделать подушку поскорее. Пусть украшают мою кровать. И проснулась утром или суббота. Это было или воскресенье. Я не помню уже. Муж мне сделал кофе. Сижу, пью кофе. Открыла этот набор и стала обрабатывать основу лаком для ногтей края. Думаю, буду делать подготовку. Ниньки уже стала смотреть, инструкцию читать. Ну, в общем, вы понимаете, я не удержалась. И правильно сделала. Потому что здесь же такая невозможная красота. Значит, смотрите, что у нас тут имеется. Это равномерка. Я не знаю точно, что за ткань. С английским у меня не очень. Поэтому я как бы не нашла описание, что за основа. Ну, это равномерная ткань там. Не важно уже какая. Здесь нанесен у нас вот такой вот печатный рисунок. Есть у нас инструкция. 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 Вот она. Вот у нас есть такая схемка. И здесь по схемке у нас есть определенные обозначения. По обозначениям можно по инструкции смотреть описание стежка. То есть, вот каждые вот эти вот какие-то цветовые обозначения имеют свое описание стежка. Как выполняется, что это за стежок. Это гладь, стем, бэк. Вот они все-все стежки. Все очень подробно, с картинками, с описанием. То есть, даже вот первый раз. И даже если вы не знаете особо английского языка, как я. У вас не составит каких-то сложностей взяться и вышивать эту работу. И здесь идет прекрасное сочетание шерстяных ниточек и мулине. Как видите, я уже совсем тут чуть-чуть повышивала. Буквально несколько вечеров. И у меня вот такая яркая картинка начинает вырисовываться. Вот такой тюльпанчик. Листочки я повышивала. Вот этот стежок здесь в листиках называется, по-моему, рыбья какая-то кость. Так интересно. Здесь гладевый стежок. Здесь у нас стемстич по кругу идет. Вот такая вот получается, как плетеная косичка. Он как плетеная косичка вышивается. Вот здесь внутри у нас гладь и бэкстичем обрамлен. Вот так цветочек. По кругу здесь такой стежок интересный, который прям обвивает край цветка. Просто гладь. Видите, они все разные цветочки абсолютно. Все по-разному вышиваются. Очень-очень это все интересно, захватывающе. Когда вышиваешь, пушинки шерсть летят. Нос чешется, но процесс такой увлекательный, что остановиться невозможно. Как бы вижу цель, не вижу преграды. Красивый, шикарный должен получиться петушок. Вот я планирую сюда уже перебраться. Тут еще чего-нибудь повышивать. Лапу его повышивать. Ну, в общем, я в полном восторге. Я рада, что я его открыла и приступила к этому процессу. Что еще тут можно сказать? Пока мне больше вам нечего рассказать по данному дизайну. Показала схему, показала, как все здесь обустроено. Осталось только налегать и вышивать поскорее. Конечно, работы здесь еще много. Особенно вот в петухе здесь будет много зашивки. Такая вот интересная работа. Нужно иногда брать разные техники. Не только крест, отвлекаться, пробовать что-то новое, другие материалы. Это очень увлекательно. Так, это то, что по моему классному петуху. Так, а что еще я хотела вам показать? Как всегда, быстро-быстро, быстро-быстро вспомнила. Сейчас, дайте мне секундочку. Так, девочки, я прибежала, прибежала. Буду вам показывать мой будущий начатыш. Я все-таки не удержалась и соблазнилась. Смотрю видео. Все как у всех. Соблазняюсь на что-то интересное. И на что я соблазнилась? Значит, я у Тамары, я оставлю ссылку на Тамару, у Тамары увидела готовое изделие от Just None, восьмиконечную садовую звезду, как это так называется. Я вставлю картинку. Здесь у меня фотография не очень удачно. Вставлю картинку. Что должно получиться? Это такая игрушка, украшение, собрано из восьми частей. Каждая часть вышивается. Здесь есть, конечно же, схема, ключ. Все это потом у нас сшивается, собирается. Кропотливая, интересная работа. Я видела, встречала, конечно же, эту звезду. Но вот такие фотографии гуляют в интернете, что не очень воспринимаешь, что должно получиться. А у Тамары я посмотрела готовую эту игрушку, эту кракозябренную. И мне, знаете, прям загорелось сделать тоже что-то такое вот для настроения. Да, как компаньон к моей подушке, моему петуху. Вот такую мне нужно вышить себе ферму. Я уже здесь себе прям целую историю придумала. И что у нас здесь написано? По инструкции здесь нужна основа, лёд, белфаст, 32-го каунта. Белфаста льна у меня не 32-го каунта. Но мои постоянные зрители должны вспомнить, что я покупала вот такую мурану 32-го каунта для души. Помните, я говорила, беру просто так, мне понравился цвет. Такой вот зеленый, травяной, сочный, летний, классный цвет. Я, когда увидела звезду, я сразу поняла, что мне нужен вот этот зеленый, как основной. Дальше у меня есть мурана нуга. Он сложный цвет, такой пыльно-розовый, такой какой-то, какой-то интересный он. Вместе, смотрите, бомба. Я не знаю, передаст ли камера. Может, нужно что-то беленькое подложить. Как-то, как, как-то, вот, сыграть. Вот. Сложные цвета, может быть, камера их и не передаст, но бывает, при загрузке исправляются цвета и хорошо видно. Очень красивая комбинация цветов. Я прям в полном восторге. Но потом я подумала, что зеленый также будет классно сочетаться с таким, каким-нибудь солнечно-желтым. Вот, приложила еще вот такой солнечно-желтый. Тоже очень великолепно смотрится. Это у меня 32-й каунт, но это у меня лен-пермин, совсем другая структура. Я думала, что же мне сделать? У меня есть тоже мурана бежевого цвета, 32-го каунта. Я даже купила куркуму, чтобы покрасить в такой, знаете, желто-оранжевый, такой хороший желтый цвет. Покрасить и сделать в сочетании зеленого с таким насыщенно желтым. Так, какую-нибудь нитку найти, показать. Вот, ну типа, типа, вот что-то такого. Чуть-чуть понежнее, конечно, это может быть через сочур. То же самое. Ну вот, что-то типа вот такого, да, вот сделать такой... Я не имею в виду ничего. Вот, зеленый, вот с таким вот каким-то желтым, ярко-желтым. Вообще будет бомба, мне кажется. Но, знаете, у меня какое опасение? Если я покрашу куркумой, я боюсь, что у меня сядет основа, и при сшивании они не состыкуются. Нужно, конечно, сделать какой-то эксперимент. Покрасить кусочек, замерить его, замерить, насколько он сел. Вот, но есть у меня эти опасения. Я боюсь, конечно, что у меня все испортится. А вот эти два отреза, они меня очень сильно привлекают. Ну вот прям легли мне, легли мне и все. Вот нравится и все. Вот эти два цвета. Ну, темненько, немножко, конечно. Желтым было бы поярче. Ниток. Здесь нужно очень много ниток. Я все собрала. Ну, это белый, там, понятно, остатки. Давайте я вам покажу нитки, выложу просто. Есть цвета, которые нужно будет заменять, потому что они как-то не сочетаются, точнее, сливаются. Один зеленый. Ну, можно будет выбрать потемнее, либо сделать с блендом, с черной ниткой. Будет такой темно-темно-зеленый. Это тоже не проблема. Вот. Вот он, этот зеленый. Вот здесь, вот видите. Он немножко как бы сливается. Вот. А все остальные цвета очень-очень хорошо видны, прекрасно видны. Так. Видите, очень много оттенков. Ну, вот здесь. Вот здесь вот тоже розовые немножко начинают. Ну, в принципе, видно хорошо. Какие-то есть цвета, которые гуляют. Подскажите мне ваше мнение, красить мурану куркумой, либо вот это сочетание, вам тоже нравится. Мне и из куркумой бы понравилось. Вот такой был бы цвет. Желтенький. Была бы прям такая летняя полянка. Ну, и это тоже очень интересная основа. И они уже готовые цвета. Уже не нужно не красить. Нет проблем, что не сойдутся отрезки. Берешь и сразу все готово. Я, честно скажу, я больше склоняюсь вот к этой основе. Мне больше она нравится. Вот. И я хочу попробовать начать. У меня есть схема. Схему я нашла, но она в таком плохом качестве. Там нужно будет раскрашивать, разукрашивать карандашом, карандашом этими цветными карандашами, маркерами. Очень плохие значки. Если, девочки, у кого-то, может быть, есть электронная, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста. Очень надо. Очень надо. Вот. Ну, вот смотрите, как смотрится. Есть, конечно, цвета спорные, вот как зеленые. Но его можно заменить на более темно-зеленый, либо сделать бленд. Вот этот цвет. Ну, тоже его можно спасти другим цветом. Потому что там сюджет же не такой сложный. Там цветочки, бабочки, козявки всякие, букашки. Поэтому можно будет с этим поиграться. И еще. Вот здесь, вот вверху, в этой звезде, есть такая пришивная деталь, как же она правильно называется, как пуговица, как на кнопке, да, вот то, что собирает ткань. Здесь ее не видно. Я, Тамара, еще посмотрю, как выглядит деталь. Ее тоже нужно будет мне найти, купить. Ну, это такая вещь, которая используется в пошиве, поэтому я думаю, найду. И сверху здесь был пин у Джаснан Заяц. А я себе, знаете, что придумала? Сейчас, секундочку. Так. А я себе придумала вот что. У меня был вот такой вот магнитик, но он оторвался, пластик всегда плохо держит приклеенный магнит. И вот такой вот красивый петушок. Я хочу сделать из этого петушка пин, приклеить иголочку. Посмотрела, как это делает Тамара. Я тоже хочу поэкспериментировать. И у меня, это же у меня будет ферма. Это здесь у Джаснан сад, пожалуйста, садовая звезда у меня будет ферма. У меня зелененькая она будет, такая пушистенькая. И вверху у меня должен быть вот такой красивый петушок. Может быть, я еще и два сделаю пина. У меня еще есть вот такой подсолнух. Ну, посмотрим, если они будут подходить. У меня вот такая будет красивущая ферма. Вот такие у меня здесь идеи интересные. Смотрите, как красиво смотрятся. Вот я и думаю, может быть, все-таки покрасить куркумой основу, озадачить себя вот этими всеми действиями. Ну, думаю. А с другой стороны, так хочется начать. Уже две основы здесь у меня есть. И тоже смотрятся неплохо. Пишите ваше мнение, очень важно. Процесс у меня здесь предстоит такой непростой. Потому что нужно будет вышить 8 частей, потом это все собрать. Ну, потихонечку буду шить. Куда нам торопиться? Вся жизнь впереди. Хочется выполнять какие-то тоже красивые вещи. Вот такие у меня здесь, девочки, новости. Надеюсь, ничего не забыла. Если забыла, встретимся с вами в новом видео. Хочу снять также видео о моих запасах. Планирую сделать генеральную уборку в моих коробках. Открыть все, пересартировать по производителям, навести порядок. Ну, и думаю, вам покажу. Вам тоже будет интересно, что у меня есть. Видео я снимала, но прошло уже столько времени. Я думаю, можно переснять, еще раз эту тему обсудить. О запасах много, мало. Посмотреть наборчики. Буду, конечно, плакать, потому что сразу хочется все начать, а нельзя. Ну, что делать? Вот так. Такие новости. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Сегодня воскресенье. Какое у нас число? 30-е. Да, 30-е мая. Приехали на море. Уже здесь обустроились. Мы с собой привезли стульчики. Вот так вот. Привезли с собой фрукты. Муж пошел за кофе. Очень хочу скупаться, но сегодня холодно. Температура упала до 23 градусов. И ветер так пасмурно. У нас в Афинах вообще как бы на дождь небо хмурится. Но здесь небо почище. Я пока размышляю. Смельчаки и дети купаются. Я хочу сегодня тоже сделать заплыв. Хотя бы просто окунуться. Посмотрим, смогу ли зайти в воду или нет. Сейчас вода очень холодная, потому что с гор, с вершин гор тает снег. И все это, ну, таким подземными источниками все сходит в море. Есть в море такие участки, где очень холодно. А есть наоборот горячие источники выходят, где есть теплое течение. В общем, будем смотреть, смогу ли я здесь занырнуть в воду или нет. Покажу, что мы с собой взяли. Я с собой взяла книги. Буду читать, точнее одну книгу. Муж тоже что-то взял. Здесь у нас йогурты и фрукты. Там есть черешня и дыня сегодня. Вот, немножко показывала вам, показывала вокруг нашу красоту. И пропустила вот такой большой красивый корабль. Он как раз напротив находится. Очень сильно светит солнце в глазах, я его не заметила. Сейчас вам показываю в увеличенном виде. Вот, как раз напротив такой красивый корабль. Девочки, смотрите, черный лебедь плывет в нашем море. Так, сделала увеличение. Не знаю, будет вам видно. Черный лебедь. Ничего себе. Красивый такой. Тучи собираются. Наверное, все-таки будет дождь. В Афинах, может быть, идет дождь. Нас ведь разделяет гора. Поэтому там может быть другая погода. У нас пасмурно. Я купалась. Я зашла в воду, да. Купалась. Вода, в принципе, теплая. Ну, не теплая, прям, как в июне, в июле, когда прогревается море. Но нормально. Первый заплыв уже я сделала. Вот так у нас здесь красиво. Людей еще не очень много, но уже потихоньку собираются, конечно. И вот такое у нас пасмурное небо. Это рыба Сфирида. Да. Понимаете? Так. То, это пасмурное. Косина нам рассказывает, что эта рыба называется Сфирида. Это рыба, которую нам поймал в Сфаклиз. И сегодня он ее приготовил, мы ее съедим. А, хорошо, да, понимаешься, и мы. Афто пианете на живую приманку, на кальмара. И это очень редкий улов, для тех, кто знает. Афто είναι Альмира. То, мы ее сейчас едим. Так. И это называется Влита. А эта трава называется Влита. Тоже растет только в Греции. И это пасмурное. Генет с оливковым маслом. Этот сухарик делается с оливковым маслом. Очень вкусно. Очень вкусно, говорит Костя нам. В общем, у нас, ну и, конечно же, греческий салат. Рыбак, рыбак. Девочки, у кого мужья рыбаки, видео ссылка в инфобоксе. Заходите о рыбалке в Греции. Всем привет. Пока.